Я в своей любимой картинной галерее в Тиминском музее имени Славцова и сегодня я побывала на тематической экскурсии «Советское искусство и социореализм». Социореализм возникает как течение самостоятельное в конце 20-х годов, но каждое десятилетие – это разные направления в изобразительном искусстве. Картина 28-го года Бориса Ягонсона «Портрет дочери». Напоминает девочку с персиками, но девочка тут очень боевая, в отличие от разнеженной и розовой девочки с персиками, потому что было время, нужно было защищать страну, так как страна была в окружении врагов. Картина Василия Журавлёва 1927 года «Пионер». Ну, первые «Пионеры» как раз возникли. Тоже такой мужественный, жёсткий парнишка изображён. Картина 30-го года Георгия Ряжского «Портрет инженера». Тоже мужественное лицо. Картина, в общем, одного из самых ярких представителей соцреализма Александра Дейнека, 40-го года, с его фирменными обнажёнными девушками. Картина называется «Ветреный день». Картина Владимира Серова, 46-го года. Портрет блокадной актрисы Елены Андеретт. Очень красивая женщина. Вот просто одно любование этой женщиной. Картина 45-го года. Ситцы и цветы. Ну, вот то, что эта война, говорит о том, что ткани очень тёмные. Художник Аркадий Кузнецов. Картину вживую надо смотреть. Очень красивая работа. 36-го года. Художника Василия Ёлкина. Строительство канала «Москва-Волга». И, в общем, Ёлкина такая судьба, что он был главным редактором московского журнала очень важного и допустил там редакторскую ошибку. И за это поплатился работами на вот именно этом строительстве канала «Москва-Волга», где он изобразил техника очень классная. Просто картину можно рассматривать. Ну, вот «Розовый дым» из паровоза – это что-то шедевральное. Картина. Её нужно вживую смотреть. Техника и вообще понимание соцреализма в 50-х годах. Вот картина 52-го года. «Предорожные цветы». Если смотреть на её близко, то это просто непонятное наложение красок. А издалека она смотрится великолепно. Автор – Александр Герасимов. Неизвестная картина Владимира Серова «Ленин с Мольным». Написанная в 57-м году. Мне кажется, я даже в своих учебниках советских видела эту картину. Но вот особенность этой картины, что реализм, он и есть реализм. «Ленин» тут нарисован маленьким. То есть вот окружающего люди на голову выше их. Потому что если смотреть на памятники, то там всегда такой «Ленин» широкоплечий, красивый, высокий. А вот в реальности он был худеньким и маленьким. И совсем некрасивым. Картина Костина 59-го года «Весна». Очень такая яркая картина. Девушка на красивом балкончике, в розовой кофточке, на фоне сталинских высоток. Ну, это говорит, что вот скоро жизнь наладится. Картина 49-го года «Обед в тракторной бригаде». Автор Василий Нечитайло. Ну, вот прям совсем соцреализм, соцреализм. То есть при украшенной жизни колхозники работают. И такие вот все счастливые. Хотя труд действительно очень тяжелый. Одного из ярчайших представителей соцреализма Виктора Попкова «Оберег камни». Картина 56-го года. Картина 56-го года «В ожидании поезда». Автор Юрий Пименов. Ну, здесь уже даже вот как бы импрессионизм немножко присутствует. Хотя это все равно соцреализм. Изменения в соцреализме произошли в 60-х годах. Как бы больше индивидуальность и больше обобщенность образа. Вот картина 66-го года. Петра Осовского «Сторожил». Такой вот прямо мужчина-глыба. В 50-е годы соцреализм перерастает в критический реализм. И вот картина 74-го года «Красные телефоны». То есть простые люди не жили так хорошо, как парт «Верхушка». Автор Александр Бантелеев. Ярчайшая картина критического соцреализма студенты журфака Московского университета. То есть показана золотая молодежь того времени, их наряды. И вот на фоне этой золотой молодежи журфака Московского университета две тетеньки-работницы, бедненькие и нищие. И вот какая элитарная молодежь. Вот эти джинсы в 74-м году. Дубленки, павлово-посадские платки. Это вот как раз характеризует элитарную молодежь того времени. Картина 77-го года тюменского художника Владимира Янки «Разбуженная тайга». То есть, да, в Тюмени нашли нефть. И ведется великая стройка. Прокладывается трубопровод через тайгу. В 70-е годы уже как такового соцреализма не было. Но вот отголосок соцреализма, картина пермского художника Евгения Широкова. 82-й год. Автопортрет. Но тут самое главное, на что обращаешь внимание, это на стене висит маска Пушкина и троица Рублева. Это основополагающие, главные достижения русской культуры за всю тысячелетнюю историю Руси.